Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с Максимом решили открыть новую рубрику, которую мы будем показывать наших земляков, наших знаменитостей, которые добились в жизни и определенного успеха в той отрасли, которой они занимаются. Сегодня у нас в гостях режиссер Элла Манджиева. Поехали! С погранцами чего? Лиджин порешал. Делайте, что хотите. Каючек ты не угадай. Мам, хороший. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходи. Эллиза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звала? Немного предыстории. Я расскажу немного предыстории. Я Эллу знаю давно. Мы с ней общаемся с детства. Мы дружим с детства. У нас довольно-таки хорошие, приятельские отношения. Даже вчера мы с ней встретились, погулялись немного и окунулись в то детство, в которое мы начали дружить. Спасибо, что пришла. Еще немножко предыстории. Элла, когда снимала фильм «Чайки», моя мама, Любовь Сергеевна, снялась в этом фильме в роли матери. Одной из главной роли. Я при всех публично хочу поблагодарить Эллу за то, что она сделала такой выбор. Я вчера благодарилась, я хочу тебя поблагодарить публично. Поскольку, действительно, после этого жизнь моей мамы изменилась. Она получила такие колоссальные эмоции. Да, изменилась. Но она счастлива. Она всегда говорит «Я счастлива, я счастлива». Тем более после смерти отца это был очень хороший переход. Элла, спасибо тебе. Благодарю тебе. Спасибо, Мендитка, интернет. Я очень рада тоже с тобой встретиться. Была вчера случайно. Ну, про маму, если говорить, да, я на самом деле считаю, что мне очень повезло, что я встретила ее. Потому что Любовь Сергеевна, она для меня такое олицетворение женского калмыцкого образа, такого благородного, достоинства и невероятной красоты. И на самом деле мы были в разных местах. Мы были в Берлине, мы были на Кинотавре и в Москве на разных показах. И мне всегда казалось, что вот это ее жизнь, что она была рождена для этого, для... Отлично. Да. Что, ну, она, я знаю, что она медсестра, естественно, но на самом деле, насколько она естественно себя чувствовала в этом. Понимаешь, в этом образе, в этом было столько достоинства. Это не было каким-то для нее, ну, как-то многие могли бы потеряться, там, как-то чувствовать себя неуютно. А она, наоборот, вот в этом видела какое-то удовольствие, ей нравилось. Да, я говорю... Ей казалось это таким естественным, и по ней было это очень заметно, да. И даже в Берлине, я помню, когда после премьеры был, ну, банкет, на котором было, не знаю, 500 человек, наверное, да. И там были разные люди, ну, там был цвет российской киноиндустрии, не только российской. И когда она вдруг решила выйти танцевать, и все это подценили, все поняли, что это что-то какое-то, что-то особенное, это какой-то был жест. И вот в этом во всем был какой-то заложен вот это вот такая калмыцкая, в лучшем смысле этого слова, культура, да, достоинство. Вот какая-то вот та, которая внутри заложена в крови, в генах. И она, ну, это не что-то такое, чему можно научиться. Это просто природа. Да, просто природа. И я очень рада, что, ну, так получилось, что мы встретились. И мне очень повезло, что мы вдруг ее встретили. И я очень благодарна, что вот в фильме именно образ матери был, что она его воплотила именно так, как надо. Потому что, ну, как все знают, что он такой сложный, да, что она и права, и не права, там, и много разных дискуссий на эту тему. И я думаю, что потому что она изнутри как-то чувствовала вот сложность вот этого выбора и отношения. У нее был опыт, видимо, да, потому что вас там много. Вот, ну, поэтому как-то все сложилось. Я очень рад. Я благодарю тебя, Канзо, мою маму. Мы с тобой дружим, дружим давно. Я очень удивился, когда узнал, что ты поступила на режиссерский факультет, что ты решила стать режиссером, поскольку ты всю свою жизнь играла на скрипке. Ты училась в училище, ты всегда с ней ходила. Как ты решилась? Уже вроде бы это был осознанный возраст? Ну, я не знаю, как так получилось. Я уже много об этом рассказывала. Не знаю, насколько это вообще может быть интересным. И тогда это была непопулярная профессия. Если, например, сейчас очень много людей, в связи с тем, что техника стала более доступной, сейчас много людей связывает свою жизнь с визуальным, скажем так, искусством, с медиа. Тогда это было не очень распространено. Но после окончания училища, я быстро расскажу, я поступила в университет кино и телевидения на факультете звукорежиссуры. Ну, и хотела быть звукорежиссером, записывать классическую музыку. А, то есть, сегодня связаться хотела с музыкой? Ну, да, да. Я думала, как-то что-то другое должно быть. Но я ошиблась с вузом и поступила в киновуз и стала звукорежиссером кино. Поэтому я попала в киноиндустрию, поэтому я работала, сделала две картины как звукорежиссер. И потом я решила, что я хочу снимать кино. Поступила, и вот я режиссер. Ну, как это происходило? Как ты поняла, что это твое? Ну, ты знаешь, как это понимаешь? Это же любимое дело, я так понимаю. Ну, да, конечно. Ты счастлива в это любимое дело? Как ты, когда ты поняла, что это именно то любимое дело? Когда прозрение пришло? Ты же определенное вдохновение нужно было? Ну, не вдохновение. Ты знаешь, на самом деле это настолько, как сказать, такая... Это так естественно всегда случается. Мне кажется, любой человек, который что-то, он... У каждого человека есть что рассказать, да? И когда ты попадаешь в среду, где все способствует тому, чтобы люди... Ты видишь, как история оживает. Естественно, у тебя внутри тоже возникает некая история, которая тебе кажется, что ты хочешь обязательно ее воплотить на экране. У многих. Я уверена, что у тебя тоже, если бы ты вдруг там 18 лет попал в эту среду, ты бы тоже нашел из своей жизни некий сценарий, который бы тебе хотелось бы сделать. Ну, как поставить, да? Снять его, как сделать с этого фильм. И так у многих, на самом деле, людей. И, наверное, так случилось со мной. Какая-то некая обидца. Сложнее всего, наверное, было признаться себе о том, что я режиссер. Потому что режиссер – это творец, это некая высшая каста. И позволить себе, в принципе, быть творцом. Наверное, вот этот момент самый такой переломный, самый определяющий. Хватит ли у тебя смелости заявить себе, заявить всем о том, что да, ты именно такой человек. Потому что очень многие люди не решаются именно в этом шаге. Потому что боятся ответственности. Потому что режиссер – это тот человек, который придумал. И он должен найти в себе столько сил, чтобы сподвигнуть сотни людей, для того чтобы тебе поверили, за тобой пойти, тебе дали деньги. За тобой слепо тебе верили, начиная от обычных каких-то постановщиков, и артистов, продюсеров, ну, очень много-много людей, которые должны, ты должен заразить настолько, что они не мыслили. Вот на какой-то период твой замысел превращается в смысл их жизни. И вот это, наверное, самое сложное – внутри иметь вот эту силу. И, наверное, я уже могу сказать, что вот научиться этому невозможно. Это должно быть. Это должно внутри как-то быть. Потому что вот человек, за которым идут люди, это просто есть что-то изнутри. Этим, наверное, и отличается творец от нетворца. Потому что можно, например, писать сценарий, для этого несложно, не требуется, чтобы люди за тобой там как-то, да, ну, осуществляли твою идею. И речь идёт не об одном же человеке, речь идёт о каких-то, ну, довольно-таки большом количестве людей и средств, в общем-то, вот. И, наверное, единственная из какой-то силы, которая тебя ведёт, ну, вот такого человека или меня, например, да, как режиссёра, это вот такая вера и невозможность не снимать. Не то, чтобы я хочу быть режиссёром, потому что я хочу снимать фильмы. Нет, не так. Я не могу им не быть, потому что всё, что я хочу снять, я не могу без этого жить. Только это даёт мне огромную силу двигаться вперёд, верить. Да. Несмотря там ни на что. Ты тратишь на это силу, ну, и там же ты и питаешься этими силами. То есть берёшься на сцену. Ну, по-разному, возможно, да, по-разному. А же опыт и сценаристом, и режиссёром? Ну, в моём случае это как-то естественно, потому что я, как режиссёр авторского кино, я посвятила, например, там, свою жизнь тому, во что я верю, да, своим каким-то идеям. Я снимаю по своим сценариям, поэтому у меня это неразделимые какие-то два качества. Я пишу и я снимаю. Я бы хотела научиться просто писать, например, или просто снимать. Это уже такая некая другая ступень. Она не то, чтобы выше, ниже, это просто как будто бы немножко другая профессия в том, что я могу снимать чужие сценарии, например, или я могу писать для кого-то. Это уже более какая-то профессиональная вещь касательно индустрии. Я нахожусь вот в таком, с одной стороны, сложном, с другой стороны, таком, ну, скажем так, более в такой колее, которое ближе к искусству, что называется самовыражению. У меня есть некий опыт жизненный, у меня есть некие мысли, я хочу их выразить на экране. Вот так. То есть, смысл, тебе легче снимать свои сценарии, поскольку ты, ну, там, прониканец? Не-не-не, наоборот, мне не легче их снимать, честно говоря, потому что, ну, мы живем в России, да, не надо забывать. У нас 150 тысяч человек, и бюджет фильма, например, там, ну, вот, моего нового фильма, бюджет 60 миллионов рублей. И дальше мы можем 150 тысяч калмыков умножить, ну, разделить, за сколько людей могут купить билет для того, чтобы окупился этот фильм. Ну, к примеру, да. И вот это мое такое сознательное решение о том, что я хочу снимать и думать, и ставить фильмы в самом большом смысле этого слова, то есть фильмы, которые будут смотреть во всем мире, о себе, о своей культуре, о калмыкии, и снимать здесь во многом, это как, ну, немножко не очень, как, дальновидно, ну, типа. Ну, да, потому что аудитория маленькая. Да, маленькая аудитория, кому это нужно, там, мне часто задают такие вопросы. Но я уже в эту игру не играю, потому что, ну, если это нужно мне, значит, это мне нужно, и я уверена. Ты уже определилась. Да, я уверена, что если это мне нужно, если я искренне самовыражаюсь, что это будет достойно, это будет востребовано во всем мире, и дело не в том, сколько человек, ну, например, понимаешь, вот «Чайки» фильм очень классный кейс в плане вот именно как судьбы фильма, да? Да. Когда я заканчивала киношколу, мне все говорили, вот, там, ну, это все нереально, о калмыкии никто не будет снимать, и это неинтересно, забудь про это, это вообще никому там неинтересно. И мы, я была на Берлинале с этим фильмом, и этот фильм получил главный приз, ну, дебют, дебют, лучший дебют на кинотавре, и еще много призов, и он был показан на всех континентах, более 30 стран, там больше 100 страниц рецензий в лучших изданиях, не знаю, по всему миру, варианты «Голливуд-репортер», и он был в том году представлен, единственный фильм из России, который представлял на «Золотом глобусе», это был фильм «Чайки», и представитель комиссии «Голден Глоб» сказал в своем интервью о том, что, вы знаете, в этом году Россия представлена фильмом на калмыцком языке. Это круто, потому что... Это очень круто. Это круто, и он сказал, это круто, потому что это говорит о том, что Россия страна многонациональная. И, понимаешь, вот, я поняла, почему... Мы не получили «Голден Глоб», мы не были даже в «Шотлист», но я точно поняла, что это не потому, что мы фильм на калмыцком языке, и это не потому, что мы представители малого народа, это не просто... Там были другие причины, но это все возможно. Это все возможно. Ты уже была там. Это все возможно, и поэтому как-то, ну... Есть сложности, да, я не буду скрывать, есть сложности с финансированием, есть сложности с подачей, с темой, и каждый раз как будто бы... Там я изобретаю какой-то новый велосипед, несмотря на то, что на все свои какие-то регалии и возможности. Но я думаю, что это такой вопрос времени, и если меня вот... Ну, ты спрашиваешь, да, там, хочу ли я продолжать, буду ли я продолжать, да, ну, в этом... И причем, ты знаешь, в какой-то момент я... У меня была такая некая обида о том, что вот, мне республика не помогает, там, или что-то такое, но со временем я просто очень точно поняла, что какая-то у меня пришло такое очень спокойное отношение к этому. Я... У меня настолько сложные отношения с моей малой родиной, ну, с самой Калмыкией. Я имею в виду сейчас вообще в самом глобальном смысле этого слова, там, с землей, с родными, с людьми. И у меня так много... Ну, это как, знаешь, как с мамой, да? Ну, вот весь спектр от любви до ненависти, вот это все я чувствую и переживаю. Кстати, я хотел бы задать вопрос, потому что я читал одно из твоих интервью, когда ты... Я не помню, с кем ты разговаривала, ты говорила там, у них в Калмыкии, а в Калмыкии у них, у них... То есть, естественно, она задала тебе вопрос, почему ты не ассоциируешь себя... У Марии, да. Что-то изменилось или нет на сегодня? Ты знаешь много, что изменилось. Вот ты говоришь о Калмыкии, я хочу... Вот пять лет прошло, да? Я хочу снимать фильм о Калмыкии, я хочу показывать культуру, но при этом ты говоришь, у них в Калмыкии. У них в Калмыкии. Вот это вот. Дисонанс. Я, ты знаешь, когда редактировала это интервью, я специально это оставила для того, чтобы была вот эта степень искренности. Понимаешь, я всегда стараюсь быть какой-то... Ну, содержать свое какое-то состояние в более осознанном и таком, ну, откровенном, наверное, чистом, да, моменте, потому что иначе я как автор просто исчерпаю себя, если я буду следовать каким-то своим заблуждениям или со стороны перестать наблюдать за собой, насколько во мне есть эта трансформация или нет ее, например, там, да, или насколько я зашорена и самовлюбленно, или я могу в какой-то момент посмотреть на себя со стороны и приснать за собой какие-то там моменты, которые, возможно, нужно как-то пересмотреть. И даже любая критика, это же просто они помощники твои, они тебе подсказывают, в общем-то же, это тоже есть некое зеркало, да, таких внутренних твоих моментов. здесь у любого человека абсолютно есть вот этот вопрос внутренней идентификации, насколько, вообще, насколько ты хотел бы в этом растворяться, насколько, вот, такое впечатление, что мне нужно было вырваться настолько, посмотреть, увидеть все это со стороны для того, чтобы вернуться и полюбить все как есть и перестать страдать на тему того, что я не могу что-то изменить или ко мне как-то не так относится, или там требовать от людей, там, или от самой земли, что она якобы должна меня питать и помогать. Вот этот вот эгрегор победы, вот это внутреннее вот ощущение вот этой правды, ты знаешь, оно есть внутри каждого человека, и если ты его находишь внутри себя, в общем, ты его больше не можешь потерять. А момент поиска, ты же сначала ищешь там везде, в киченерах, в элисте, в каких-то людях, там, я не знаю, в прошлом своем, своих родителей. А с момента того интервью изменилось уже? Конечно, много, ну, слушай, прошло уже пять лет, за это время много, что произошло со мной, я проделала какую-то, да, я проделала какую-то огромную работу над собой, ну, вообще, в принципе. Ты уже не говоришь о них калмыки? Ты знаешь, даже если бы я так говорила, ну, и даже тогда это не было какой-то проблемой, я же всегда являюсь, даже если я так говорю, в общем-то, меня никто не может отнять, ну, меня саму, да? Ну, конечно. А я могу быть разной, и я же не робот, ну, в том, чтобы как-то в какой-то момент говорить о том, что я вот так думаю или так думаю, все настолько меняется, все зависит от настроения, потому что у меня бывают разные настроения, когда-то я очень гармонично себя чувствую, когда-то я падаю и просто рыдаю в подушку, это жизнь просто. Но абсолютно точно я прям поняла, этот сценарий, который вот сейчас я хочу поставить, он об этом, это такой внутренний диалог на тему меня и родины моей, и когда я проезжаю от Ергениевских балки, я там себя вижу, ну, я себя со стороны там вижу, это не какой-то даже поэтический, сейчас я не про поэзию вообще, я говорю про чисто какие-то физиологические вещи, какой-то внутренний, вот эту привязанность такую на уровне какого-то, какие-то, ну, когда ты, ну, ты понимаешь, что ты корнями так глубоко уходишь в некой среде, что вот эта зависимость сначала в меня, ну, например, я пыталась это все разорвать для того, чтобы быть такой независимой и сказать, что типа да, я вот, понять себя, да, а потом ты в какой-то момент, вот это как жгут, да, то есть ты можешь его натягивать, натягивать, но потом он кто-то, в какой-то момент кто-то отпустит с одной из сторон и в общем-то вот эта боль самая, наверное, такая не очень, но, а потом идет осознание, а потом ты просто принимаешь вот эту всю энергию и тогда вот ничего, наверное, в сердце, кроме благодарности такой и такого, какого-то, такого глубинного сопереживания в общем-то не остается, да. Любви. Любви такой, да, такой всеобщей любви. Это все касается всех. И в этом смысле, наверное, очень сильная терапия была вот во время съемок «Моя калмыкия». Вот эффект этого ролика, да, не в том, что там классный монтаж или музыка там или еще что-то, вообще не в этом дело. Вот за каждой улыбкой стоит полтора часа беседы с этим человеком. И прежде чем тебе искренне, он мне так улыбнулся, он рассказал мне всю свою жизнь. Он говорил, что я ужасная, говорил, что ему как ему плохо, рассказал о всех своих проблемах. И вот мы рассказывали, беседовали, беседовали, в конце концов, он когда принимал меня, вот просто вот понимал, что я его не обманываю, я ничего от него не хочу, да. Там кому-то это нужно было сорок минут, кому-то полтора часа. И в этот момент он искренне у нас, и это нужно было мне для того, чтобы запечатлеть, что вот этот вот теплое, вот это, то, что в душе мы храним вот эту теплоту и прячем ее, обороняясь от этого сложного там мира, да, оно есть в каждом человеке. И вот эффект, почему это, ну там, понравилось людям, почему они его пересматривают, я получила какое-то невероятное, я отчаек столько не получала, там отзывов, сколько от этого маленького ролика. Это именно поэтому, потому что в нем этого не видно. Удалось тебе показать чушь, что он видит. удалось вот именно три секунды поймать человека, вот в той степени искренности, которую он никому не показывает, ну кроме своих самых-самых близких, может быть и родных. Естественно, передать это на экране. И, да, и вот из-за того, что это было запечатлено вот эти вот каждые маленькие кусочки, именно поэтому есть в этом такой глубокий человеческий как посыл, да, вот это очень такой важный, наверное, важная работа для меня. Очень интересно, Носиф, это выходит, нужно такое глубокое проникновение, как режиссер, как сценарист, да, все это. Как у тебя возникла идея, наверное, сценарий такой к фильму «Чайки»? Когда я его прочитал, я, честно, долго догонял, я его несколько раз перечитывал. Ну, а фильм ты посмотрел, ты понял? Ну, а фильм я посмотрел, я понял, ну, там я же был немножко призвязать, там же мама. Ну, да. Я начал смотреть, и потом, когда я второй раз пересмотрел, я понял. Понял. и почему-то, и мне возникал вопрос, вроде, с Кричнерами она связана, и с Лаганом что-то фильм, с Лаганом фильм снимал. Ну, это просто ты, как местный человек, ты не можешь абстрагироваться от именно локации, потому что... Вот как у тебя возникла идея, да, я говорю, вот сейчас я понимаю, что это очень круто, ну, это и доказывает твоими вот победами, да, это доказывает, что это круто, как у тебя возникла идея на всякую цену. Ну, я думала про человека, знаешь, я думала всегда про человека, который... Вот образ был такой, что есть женщина, которая не может уйти от мужчины. Ну, вот, почему-то мне это было очень интересно, хотя это не моя жизнь, ну, то есть, это не моя личная история, у меня не было такой истории на тот момент, когда я написала эту историю. Но это, видимо, какой-то собирательный образ, это, знаешь, вообще все дебюты, это такое, это такой результат впечатления от твоей прожитой жизни. И если, например, люди, которые знают меня хорошо, в каждом персонаже они могут увидеть реальных людей, которые меня окружают или окружали. Там можно прочитать вообще все. Кто эти люди? Прямо поименно. Да. Понял. Да, понимаешь, там все... Ты каждый герой видишь того человека? Я каждый герой видела, с кем я когда-то сталкивалась, с кем я когда-то соприкасалась, да, там, или у меня были какие-то наблюдения такие, что было вот так или вот так. Например, там, все, что в доме снято, это было снято так, как я помнила из детства, вот эти разборки взрослых, вот эти вот недопонимания, там, вот, все прострелы вот этих дверей, там, да, это было, это было, это было неким воспоминанием, моим детским воспоминанием о том, как я воспринимала эту взрослую жизнь. Там были много, там было много проблем. Удалось тебе вот то, что ты ничего чувствовала? Да. По твоему впечатлению? Там одна линия не была снята, ну, там, силу разных причин, а так по ощущениям, да. И потом есть такой момент, Чайки, это, несмотря на то, что в Калмыкии его воспринимают очень социальным, ну, потому что люди никогда не видели собственное зеркало, вообще любое кино, то есть мы про наркоманов-американцев окей, можем смотреть, а про наркоманов-калмыков мы не очень можем смотреть, потому что как, мы что, наркоманы, что ли? Каждый начинает примерять на себя. В этом есть сложность. Или там, он алкоголик, то есть про русского, например, алкоголика там какой-нибудь, там, не знаю, играет, да, кто-то там. Ну, смотри, да, он алкоголик, а это какая-то проститутка, так все легко. А тут, значит, ну, это тебе кажется, что это прям ты сам, да, поэтому это просто из непривычки. Люди со временем привыкают, и они, в общем-то, спокойно реагируют, даже это их больше, ну, задевает и трогает, нежели какие-то истории, как в Якутии, например, там, да, люди там с удовольствием ходят больше на свои фильмы, нежели голливудские. Это единственный феномен. А в России, где зрители местные предпочитают свое кино смотреть, нежели там американское, в России, в других регионах такого просто не бывает. Вот, а там вот есть такое, я думаю, что если кино в Калмыкии будет развиваться и возникнет вот это вот, как в Лагане, например, мы показывали, да, ты знаешь, это был, это были зрители, говорят, а что так мало? Это настолько их внутренне, вот им не казалось, ну, короткий фильм показалось. Про Чайку? Да. Чайке им оказалось короткий фильм. Короткий фильм. А он же такой медленный, такой медитативный. А для них это прям... Им нужно было какое-то другое продолжение, наверное. Нет, ты знаешь, они настолько угадывали в каждом, вот во всем вот свое, что они могли на это смотреть, им не казалось медленным. И им не казалось, что это авторский фильм, что он какой-то там такой, ну, атмосферный, что-то там непривычный. Им казалось все нормально. Они после премьеры сказали, типа, а что, все? Как дальше? Вторая серия будет? Да, вторая серия будет. Тем того, да. Поэтому, не знаю. Мне кажется, что важно, наверное, важна, наверное, насмотренность. В какой-то момент зрители должны больше просто смотреть фильмов, интересных. Не просто там каких-то, да, на втором канале какие-то сериалы там показывают. А если вдруг мы будем смотреть о наших реальных проблемах, вот сейчас, что происходит, ну, разве это не интересно? Что может быть интереснее самой жизни? Это было бы классно, если какой-нибудь художественный фильм снять бы. Да, о событиях, сегодняшнего дня. И я думаю, что нам в какой-то момент надо перестать закрывать глаза на то, что происходит сейчас и просто начать отражать это в искусстве, в культуре. И мне кажется, для этого и существует искусство, для того, чтобы запечатлевать время. А у нас вот этот вот поэт Федин. Ребята вот сняли, ребята сняли фильм, да? За местным анонимчиком. Как это к этому относится? И можно ли так вот снимать вообще? Вообще можно, все можно. Я не смотрела этот фильм, я не успела, не потому что я не хотела, просто, ну, не было у меня возможности. Дело в том, что, вот знаешь как, ребят... Мы с Максом можем снять фильм какой-нибудь? Абсолютно, да. Можете снять фильм? Все могут. Я знаешь, я очень рада, что есть такое движение, люди, которые снимают именно жанровое кино. Это комедия, да? Почему? Потому что люди не смогут научиться, если они не будут снимать. Если просто ты думаешь, о чем-то я, типа, боишься, да, сделать шаг. Вот это надо не бояться. Я очень рада, что у них это успешный релиз, что они заработали, что это окупилось, и что они готовы снимать дальше. Потому что вот только на этом это строит индустрии. когда люди поймут, что они вкладываются и поймут, что это приносит им прибыль. Им их захочет снимать больше еще. Да, да. А мастерство у них со временем будет расти, и главное, что они же и зрители тоже воспитывают, что вот так показывают, ну, то есть показывают его фильм, снимают их, есть какой-то интерес. То есть там, ну, а то, что оно должно быть как-то лучше, там, качественнее, еще что-то, это уже их тело. Ну, я имею в виду, что они будут умные, они будут расти. Ну, да, опыт. Когда ты говорила, то, что калмыцкое кино будет развиваться, имела ли ты в виду, что какие-то ребята будут другие фильмы снимать? Да. Ты имела в виду это тоже? Конечно. В том числе. Я четыре года провожу, вот четвертый год будет, когда я провожу киношколу. Для чего? Для того, чтобы просто как-то, ну, росла среда. Чуть попозже проведем киношколу. Следующий, твой проект Тахачал, фильм Тахачал, тоже очень сложный сценарий. Да. Я тоже его читал. Очень сложный сценарий. Или это нельзя говорить? Ты такой редкий человек, который его читал. Нет, я его читал, я его долго читал, я его перечитывал, врубился. Понял, да? Врубился, понял, но все равно охота посмотреть его на картинки. В чем проблема? Почему не снимается? Уже сколько лет прошло после чая? Я в этом году, надеюсь, мы запустим сюда. Это на сегодня твой самый важный проект? Ну, я не могу сказать, что самый важный, но важный, да. Важный, да? Очень важный, да. Давай о киношколе. Четыре года вы проводите киношколу. В чем смысл киношколы? Вот я о киношколе только вчера услышала. Да ты что, правда? О своих слов, да. Киношкола. Я очень люблю этот проект. Очень люблю. В чем заключается? Для кого создан? Это киношкола для детей, для подростков. В этом году она будет без возраста. Любой человек может участвовать вне зависимости от возраста, потому что мы так долго все эти годы хотим говорить на серьезные темы. Подумали, может быть, сделать ее вне возраста. Попробуем. Любой человек может там участвовать. В чем смысл киношколы, да? В каком году? Я не помню. В каком-то году мы провели в 17-м или в 16-м. Наверное, да. Ну вот да, 4 года назад мы провели стратегическую сессию здесь, в Халмыкии, по развитию киноиндустрии. И там было много выдвинуто различных инициатив. Давайте делать это, то. Но всем было абсолютно понятно, что нет среды самой, нет просто людей. То есть мы можем построить здание, да, там, назвать его киноцентр и киностудия, там, каунфильм, как угодно. Но кто будет там работать, в общем-то, непонятно, потому что людей нет. Нет не только режиссеров, да, но вообще нет никого. То есть ни операторов, ни художников, ни продюсеров, ни... Ну, вообще никого там. И как? Как снимать, если людей нет? Я имею в виду сейчас тех людей, которые могут себя назвать. Я режиссер там, я оператор, да, я там художник. Вот. И мы решили... Я придумала такой проект, как кинолагерь, для того, чтобы вообще посмотреть. Интересно, это людям неинтересно. Мы сделали первую школу, мы сделали вторую школу. За это время было, ну, я поняла очень много каких-то внутренних вещей. И я точно поняла, что это не должно быть как фан. Типа дети собираются, снимают кино, и типа такой, типа вау, круто там. Провели время, ушли, да? Понятно, они что-то там получают, но мне хотелось как-то лучше, что ли, как-то качественнее подойти к вопросу. И мне хотелось, чтобы эта неделя трансформировала их в хорошем смысле вот прям на всю жизнь. Так громко сказано, но это не меньше, чем я говорю, да? И в третий год, вот последний год мы провели ее так, что все 16 детей сняли свой фильм. То есть раньше два снимали. Эти просто на группу делились, это были своеобразные съемочные группы, а последний год они сняли все, 16, потому что я поняла, что вот каждый человек должен трансформировать свою идею, увидеть ее на экране для того, чтобы что-то о себе понять. И это такая была своеобразная терапия, которая начиналась вообще. То есть вот представляешь, 16 человек, в прошлом году она была бесплатна, она каждый раз бесплатна, но в прошлом году было совсем все бесплатно, потому что мы решили, что будем отбирать по конкурсу. Я забегая немножко вперед, скажу, что в этом нет никакого смысла, так выяснилось, потому что кто хочет, тот и может и купить, а кто не хочет, тот даже бесплатно не хочет прийти, но мне почему-то казалось, что мы можем там захватить какие-то слои, которые не могут себе позволить этого, еще что-то, в соцзащиту мы обращались, но, как ни странно, в общем-то, никто из таких ребят не пришел. Ну не хотели. Ну не хотели, да, не хотят, я не знаю, не знали, не хотят, ну в общем-то не было такой вот, таких детей почему-то не было, хотя я очень надеялась, что ну я вот как марксист, да, такой по своей натуре, я бы хотела, чтобы все было доступно всем в одинаковом, ну как в таком, получает честном, в честном, да, таком моменте, чтобы все имели одинаковые возможности. Вот, оказалось, что вот эта социальная какая-то некая градация, она диктует какие-то свои условия, что приходят люди, интересующиеся, дети, тех родителей, которые уже, они, ну у них фокус такой на саморазвитие. Получается, что они видят эти мероприятия для того, чтобы там развиваться, да. Но в общем-то вот и мы, они пришли к нам, и там начало такое, то есть школа начинается с такого большого актерского тренинга, который провел Женя Сангаджиев, и этот тренинг основан на том, что ты просто добираешься до самой своей сути. И никто из детей к этому не готов, естественно, я тебе так скажу, что это даже среди взрослых это очень сложная терапия, три дня они проходят этот тренинг. Это что-то похоже на расстановки, но это даже глубже, потому что это такая эволюция человека, ты вспоминаешь себя с самого момента зачатия, да. И в конце все заканчивается вот таким стори теллингом, когда люди уже настолько раскрыты и настолько уже привыкли к этому организму, вот эти вот мы как уже существуем, как один общий организм, и каждый приносит свою что-то самую сокровенную историю и рассказывает. И впервые ее озвучивают. Это дети. Ты знаешь... Потом по этой истории они должны снимать фильм, да? Я понял. Поэтому по этой истории они снимают фильм. И получается твое мнение? И они все трансформируют свою какую-то очень глубокую, скрытую, как нарыв, да, вот в таком возрасте и просто от него избавляются. И это очень круто. То есть еще это психологически... Это такая штука, да. Это больше направлен... Знаешь, в киношколе нет смысла, нет такой цели у меня делать из них кинематографистов. Кино это просто как некое средство самовыражения. То есть можно так же рисовать или там еще что-то. Это уже их личное дело. Хотят они там связать свою жизнь с кино, не хотят. Просто когда мы изначально планировали, да, я хотела развивать кино. Но когда мы углубились в процесс, я поняла, что гораздо важнее помочь, наверное, вот этим молодым детям просто какой-то найти себя, гордиться собой, показать это на публику и вступить с ними в разговор. Потому что вот эти вот, знаешь, одно дело, когда ты внутри себя ощущаешь и находишь в этом свою силу и думаешь, блин, оказывается, такой, какой я есть, я крут, и потому что ни одного такого другого человека в мире нет, и поэтому я уникален, и поэтому я достоин внимания вообще любой аудитории. Это мы учат киношколы. Потом ты это формируешь в фильм. Да, фильм. Он показывает и вступает в дискуссию со зрителем, как с обществом. Все эти фильмы вы еще публикуете? Премьера в кинотеатре, конечно, на седьмой день премьера при большом зале. Честно не слышно. Все честно. Стыдно. Не слышно. Вот. И на большом, ну, в кинотеатре, вот в октябре была премьера, ну, дети выходят на сцену, представляют свои идеи. И ты понимаешь, что они через неделю абсолютно другие люди. То есть, если раньше они стеснялись своих идей, стеснялись своих героев. А через неделю они выходят на сцену и они верят в себя уже. Они абсолютно с другими глазами говорят, да, это я сделал. Я так думаю. И у многих родителей был, ну, такой вот немножко шок, что, типа, ну, потому что, понятное дело, что в основном все эти фильмы были про родителей детей. Там, наверное, истории таких вещей. Да. Там одна девочка постоянно рисовала раскадровки и у нее постоянно, вот, я смотрю, говорю, а что у тебя везде такой большой рот. Она же, они, моя задача максимально не лезть в процент. Психолог. Нет. Не без психолога. Моя, моя задача была максимально им не мешать в то же время держать руку на пульсе для того, чтобы, ну, они не ушли помочь им, да, что они не одни в этой проблеме. и я говорю, почему этот род большой, что там, здесь, тут. Она говорит, она кричит постоянно. А я говорю, так часто кричит, она говорит, бесконцариум. Психолог. нормальные, благополучные семьи. И я, ты знаешь, даже после вот этого случая, я пришла домой, смотрю на своих детей и думаю, может быть, я что-то не знаю, может быть, я что-то не замечаю, но по отношению там к своим детям, может быть, как-то я не так себя веду, и они меня воспри... я не слышу их, не замечая каких-то проблем, да, как-то не так. Я начала в этом смысле так присматриваться и слышать их реакции, там, как она реагирует, там. Ну, это очень такой... Очень глубоко. Да, очень глубоко. Очень глубоко. Ты являешься учредителем фонда... Наследия Бумбы. Наследия Бумбы. Да. Ты же сейчас не слышишь ничего? Слушай, мы делаем огромную работу на самом деле. Ты знаешь... Я не там смотрю, наверное. Он... Это... Это прям... Я люблю тоже этот проект. Он начинался очень наивно, но я поняла, что вот в такой наивности, ты знаешь, есть зерна твоих истинных желаний. И их никогда нельзя относиться к этому, ну, как легкомысленно. Вот тебе кажется, что типа вот что ты придумала, какой-то фонд, зачем тебе это нужно, да, там, этот фонд, наверное, ты хочешь... А дыша хочет, да? А вот я что-то сделала, да. Я могла его закрыть миллион раз, например, да, мы провели эту выставку в «Сонфлайм» «12 песен», и она была очень классная, но потом как-то не было времени, на это нужно было еще, еще силы, поэтому как-то в какой-то момент он меня тяготил, потому что там нужно было же платить как-то это бухгалтер, и вот это все вести, вот эти все дела, деятельность, да. а сейчас просто у него какое-то совершенно другое развитие, потому что фонд проводит эту киношколу, это спонсорские всегда деньги, я благодарна всем ребятам, которые вот в разные годы были, спонсировали эту школу, потому что... И главное, что вот, знаешь, я никогда долго не искала деньги, я выбирала одного человека, звонила, он никогда не отказывал, то есть не было такого, что типа мучительно, больно, бегать, все надо бегать, просить, умолять какого-то человека, ну, всех, вот как только я одному человеку звонила, он всегда говорил мне да, потому что это очень классный проект, ну, в том смысле, что это такой, он настолько витальный, ну, есть такое слово, такой жизненно важный проект для Калмыкии, потому что вот оздоравливая, например, 16 детей каждый год, ты же понимаешь, что они, это такой правильный, как это луч падает и дает какое-то отражение, какую-то более правильную штуку, да, вот, и поэтому, наверное, несмотря на то, что иногда очень тяжело, прям там, это очень интенсивная неделя, в какой-то момент хочется, естественно, все бросить там и как-то забыться, забыть про это все, но когда я вижу вот премьеру, и когда я вижу результат, и потом, как эти дети, с какой легкостью они делают какие-то вещи, как она не открывается, это, я понимаю, что нет, нет, я не могу так не делать, мне надо делать, для того, потому что я вижу классный результат, мне это очень импонирует, я вижу, что это не зря все, да, вот, а фонд сейчас просто, ну, имеет какой-то, он просто ожил естественным путем, то есть появились идеи не какие-то формальные, надуманные, что вот, а что бы нам сделать с этим фондом, да, а просто сама необходимость именно вот такой формы юридического лица стала необходима, например, мы сейчас подали фонд кино именно от фонда на кинофикацию четырех кинотеатров в республике, это такая программа, есть у фонда кино, там кино, я долго пыталась как-то это развивать, эту тему в Калмыкии, разным людям говорила, подайтесь, пожалуйста, никто меня почему-то не воспринимал серьез, не слышал, в этом году, и в какой-то нужно было дозреть, чтобы понять, что типа больше, да, 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 что никто больше этим не будет заниматься, и мы подали на четыре, вот Троицкая, Лагань, Киченеры и Малые Дербеты, я была просто поражена, я не знаю еще результатов, я надеюсь, что на два-три мы точно получим, и там появятся кинотеатры, но я вот сейчас хочу сказать, что ребятам, которые возглавляют вот эти вот районы, с кем я столкнулась лично, молодые, прогрессивные, классные, с которыми не надо долго ничего объяснять, я, честно говоря, поняла, что это какая-то другая, что ли, другое поколение пришло людей, и я не видела их, никого из них, ну вот, глаза в глаза, то все, это просто было просто по телефону, и настолько они быстро вот поняли всю эту идею, в чем задача, например, в данном случае фонда. И вот и необходимо это же досуг. Да, классно. Для людей, для людей. И я думаю, что со временем, например, та же Якутия, там ребята из Якутии помогали нам вот оформить все эти документы, потому что у них огромный опыт за все эти годы, например, там, они уже кинофицировали все районы своей республики. Везде есть уже кинофицировали. У нас нет ни одного. В районах? Да. Раньше были? Раньше были, да. И летние кинотеатры были? И летние были. Какие проекты еще у тебя, о которых ты бы хотела рассказать, у нас в Калмыкии? В Калмыкии киношкола в этом году будет не только калмыцкой. Я поняла, что необходимо пустить какое-то новое движение, поэтому в этом году будут участвовать люди со всей России. Вот эта пандемия, она как-то правильно сыграла в этом смысле. Мы долго думали, каким образом ее провести. В итоге решили провести более расширенно. Она будет длиться теперь шесть недель. И четыре недели будет работать сценарная лаборатория, в которой будут люди заниматься с очень крутыми менторами, известными в России драматургами, готовить этот сценарий. В финале будет питчинг, на котором пять проектов получит финансирование в течение недели, и они снимут эти фильмы. Я решила больше в этом году делить время какому-то качеству и дать возможность людям, не только детям, но и всем, у которых есть какие-то крутые идеи, кто хочет самовыражаться, дать возможность сделать классные фильмы и пригласить туда каких-то известных российских продюсеров и критиков, для того, чтобы они могли иметь возможность с ними познакомиться и показать себя таким образом. Через шесть недель будет премьера, на которой они представят все свои фильмы. Мы поможем им в дальнейшем с продвижением, с какой-то фестивальной историей. Я думаю, что должно быть это более продуктивно. Я надеюсь, что эта схема, эта сама программа, она поможет авторам за шесть недель сделать какую-то классную историю. Но она будет платная. Скоро вы начинаете? Да. Ну и в заключении, что бы ты пожелала нашим подписчикам, которые нас смотрят, что бы ты сказала в данный период? подписчики? Это все там за 20 тысяч несколько тогда как калунтов смотрят. Классно. Ну, не знаю, что бы я сказала. Я думаю, что мы переживаем какое-то интересное время. Я думаю, что закончилось давным-давно время, которое исчислялось как стили, которые исчислялись веками. И сейчас каждый человек является собой какой-то некий уникальный стиль, энергию, жизнь, которая может стать востребованной во всем мире. Я, наверное, призываю всех беречь свою энергию и направлять ее в какое-то конструктивное, позитивное, созидать, прежде всего для себя самого, заниматься тем, что тебе интересно. И, наверное, вот за вот эту сохранность, ввиду того, что очень много сейчас происходит каких-то таких движений, я понимаю, что это избытка какой-то энергии, но, наверное, было бы со стороны, мне кажется, что это непозволительная роскошь, так прям ведрами его шевырять куда-то. Я думаю, что... Ну, еще и неосознанно, Да, люди, мне кажется, не понимают, для чего, просто очень хочется самовыражаться, но я очень надеюсь, что в искусстве, вот у нас, в Калмыкии, в разных видах искусства появятся авторы, которые будут смелы настолько, чтобы отражать время. Это было бы круто, да. Спасибо, что пришла, спасибо за твою деятельность, очень рад, что ты пришла, очень рад, что мы нашли новую рубрику, в которой мы будем показывать знаменитости холмонцев, достигших определенных успехов в той иной отрасли. Ну, а вы, дорогие подписчики, ставьте лайки, пишите комментарии, мы на них отвечаем, мы смотрим, нам приятно, то, что вы пишете, задаете вопросы. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok